здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема ну как бы вам сказать бы это конечно будут лилии но это не просто тема возникла а вот почему возникла эта тема посмотрите сюда видите какие отростки а вы уже все сбегали в магазин вы все понакупили лилии не глядя на то в каком они состоянии а еще просто забыли их поставить в холодильник или убрать в очень сухое холодное место но не минусовое разумеется и естественно мало того что вы купили с отростками и они начали раскрывать свои чешуйки да листики так еще они у вас стоят на свету а может быть на окне и уже позеленели это засада я вам уже неоднократно говорила что если вы приобретаете посадочный материал обратите внимание на его качество посмотрите справитесь ли вы с проросшими лилиями а потом вы начинаете мне писать извините а что делать вот сейчас покажу что делать возникает вопрос а я то почему это купила а я так покупаю это для того чтобы вам показать что делать с лилиями которые уже выбросили как мы говорим цветоносы и они уже в критичном состоянии больше указательного пальца и я достаю одну из них без разницы какую обратите внимание видите у нее кроме старых корней с которыми она приехала у нее уже белые корешки появились вот они лапочки то есть процесс идет не останавливаясь а что делать-то процесс то надо как-то регулировать остановить его невозможно напрасно все ваши чаяния я бы так сказала что вы сейчас уберете все в холодильник да причем лежат они в пакете как попало то есть вверх росками вниз росками в бок росками и я вас умоляю все роски примут положение так как вы вот их туда сложили внимательно посмотрите и если росточки еще небольшие просто поставьте их все вертикально чтобы росточек смотрел вверх они когда будут расти по крайней мере кривыми и горбатыми не будут ну а мы начнем с того что вот эту замечательную луковичку надо посадить посмотрите какие замечательные белые вновь образованные корни да они есть и на вот этих вот старых корешках но старые корни тоже очень хороши они толстые белые вот если бы они были коричневые и гнилые их пришлось бы все обрезать перед посадкой но нам это не требуется луковичка готова к посадке и цветонос у нее пока не зеленый а желтый это значит что мы можем посадить ее про вельно вот посмотрите какой субстрат я приготовила замечательный да рыхлый питательный причем нейтральный потому что здесь добавлена таламитовая мука мои любимые контейнеры у которых масса отверстий дренажных я пару горстей и придавливаю вот сейчас я уже слышу ваши вопросы а чего такой высокий то а вы не забыли милые любимые мои что лилия высаживается на глубину литровой баночки то есть смотрите отверха не от низа литровая баночка отверха вот примерно столько до высота литровой банки вот примерно вот корневище то есть луковица лилии должна оказаться вот в этом месте вот так мы туда ее и посадим корни у нее небольшие расправлять не надо смотрите я пальцами буду держать макушку этого цветоноса а второй рукой буду засыпать ну вот так как-то да мы засыпаем поливать нам нельзя первые там три-четыре дня пальцами уплотняйте почву чтобы она у вас села очень хорошо ну можно постучать да вот там макушечку еще видно но мы ее за сыпем макушечка